Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум. Скажем так, я несколько из другого мира, мира нейрохирургии, хотя наш мир очень тесно пересекается между собой на этапах рентгенхирургической технологии, будь то внутрисосудистые вмешательства на образованиях и сосудистой патологии головного мозга, или те же образования позвоночника, которые нередко достаются нейрохирургам. И хотелось бы на самом деле рассказать некую ту мысль, ту идею, которая у нас возникла совместно с Павлом Васильевичем в процессе обсуждения и дискуссии довольно длительной. И перед тем, как об этом рассказать, я немножко окунусь в тот момент, легкий минимальный исторический эксо, с чего мы начинали. Начинали именно нейрохирурги. Так сложилось, что в начале 20 века нейрохирургия и общая хирургия в рамках научных и клинических разошлись между собой. Это были довольно изолированные друг от друга специальности. Как это нейрохирургия сама себя изолировала. И сейчас все больше и больше, скажем так, слияния обратного этих двух направлений. И это несет безусловную пользу и для врачей, и, собственно, для пациентов в первую очередь. К слову, о стереотоксической биопсии опухоли головного мозга. Вот первый вариант аппарата был разработан Хорсли и Кларком в начале 20 века. Это была система, которая ориентировалась к портогональному принципу. Там три взаимопересекающие плоскости, от сильно которых определялись точки. Поскольку, как вы понимаете, никаких томографических методик не существовало, точка выбиралась посредством исследования трупного материала. Мы предполагали, что где-то на, к примеру, 3 сантиметра вправо, 5 сантиметров прямо должно располагаться таламус или зубчатое ядро. И таким образом, соответственно, попадали по заданной траектории. К слову, этот аппарат никогда не применялся на людях, которые исследовались на обезьянах и на мышах. И использовалась картезианская система координации. Соответственно, это три взаимопересекающиеся плоскости. Первая операция стереотоксическая на людях была произведена известным немецким хирургом Киршнером в 1933 году. Это была стереотоксическая, ну не стереотоксическая, это была вообще стереотоксическая коагуляция газового узла. Это узел тройничного нерва при антрогиминальной неврологии. Фактически был введен туда электрод и подана полярная коагуляция, и узел был разрушен. Это довольно простой локализационный название, имеет свою костную рентильную ямку на пирамидке височной кости. Следующий этап довольно большой и на самом деле, на мой взгляд, решающий, который и популяризировал технологию, и позволил ее несколько упростить. Это разработка шведского нейрохирурга Ларса Алексела. В 1949 году он изменил принцип, по которому выбирается трасса и принцип ориентрации на черепе. Стал применяться радиарный, соответственно, принцип и полярная система контент-лант, где используется угол относительно средней линии сагитального шва и, соответственно, радиус, длина радиуса. Вот, собственно, вот краниометр, который выставлен на картинке слева, это наследие немецких хирургов. У них в период 40-х годов было довольно большое интересное изучение черепа. К счастью, это реализовалось вот в таком удобном аппарате. И, как это ни странно, за почти полвека не сильно изменились наши способы. Есть у нас два принципиально разных метода. Это рамная и безрамная варианты биопсии. Рамка стереотоксическая имеет свой тот же вид, фактически, который был оликсовым разработанным в 1949 году. Вот. И есть вариант безрамный, о котором Петер Иванович рассказал немножко о том, что из мира нейрохигии взято. Это оптическая навигация, которая, соответственно, там основной принцип – это регистрация положения головы в пространстве. За счет его костных структур фиксируется голова, и, соответственно, датчиком снимаются эти показатели. Довольно удобная технология, однако требует, в общем, большой громоздкой аппаратуры в операционной. Вот. И у нее есть определенные ограничения, о которых мы в процессе доклада немножко тоже расскажу. Хотел бы немножко поговорить о том, что влияет на результат стереотоксической биопсии. Фактически мы, по большому счету, почти вслепую забираем некий кусок ткани небольшого объема. И шансы попасть не в ту часть головного мозга, скажем так, которой нет на образование, довольно высоки. И вот есть приведены несколько докладов, в которых сразу передо время докладывают, что эффективность в районе 93% и износный фактор влияющий в возраст пациента не очень понятно, почему. Это объемное образование, чем образом, чем меньшее образование, тем, к сожалению, попасть. И гистологический вариант. Но гистологический вариант играет большую роль именно на уровне патоморфологов, поскольку образование головного мозга и при их удалении в большом массивном предкателе операции, трепанации черепа, представляют сложность в исследовании. А если мы даем небольшой кусочек ткани, не всегда хорошо сохраняющейся в процессе биопсии, поскольку игла, которую мы забираем, она с боковым забором, это тупоконечная игла, которая раздвигает ткань мозга, и сбоку фактически мы двумя двухпросветные, ну не двухпросветные, а игла с мандреном, который срезает столбик ткани. И доклад более свежий, где эффективность биопсии оценивается вообще на уровне от 63 до 95%. Большое значение играет опыт хирурга при выполнении манипуляции и локализации опухоли. Перевентрикулярные глубоко расположенные на образование гораздо более сложны в своей верификации, ну и безусловным образом объемное образование. Принципиально две разные системы, есть рамная и безрамная. Считается, что система с фиксацией, которая фиксируется к черепу рамная, она имеет большую, это некий миф на самом деле, большую точность, но как довольно большой анализ был проведен, полторы тысячи биопсий, исследовано сопоставление рамной и безрамной системы, и достоверных различий между этими методиками обнаружено не было. И, скажем так, и в количестве осложнений, и в уровне смертности, как вы видите, смертность при стереотоксической биопсии мозга достигает почти 1%, что тоже на самом деле довольно важно. И немножко на тему интероперационных исследований. Интероперационное КТ, интероперационное МРТ, это стало сейчас более-менее доступно. Есть классический спиральный тамор, который находится в операционной гибридной или не гибридной. Есть возможность интероперационного МРТ, есть также плоскодетектовые методики, в виде аппаратов типа ОАРМ и так далее. И это достоверно повышает точность биопсии, поскольку, если немножко рассказать о личном опыте, как это проводится, когда я обучался и работал в институте нейрохирургии профессора Поленова, делается стереотоксическая биопсия, рамная, к примеру, или без рамной, неважно. И пациент зачастую в наркозе, на вентиляции, транспортируется в томографическую комнату, где спиральный томограф стоит обычный институтский, делает свои исследования для того, чтобы оценить вообще, мы попали в цель или не попали. И если не попали в цель, то дальше заново это уже изображение используется для последующей навигации и повторной биопсии фактически. Это занимает, безусловно, огромное количество времени, это занимает ресурсы, это бригады хирургические, анестезиологические, это безусловные риски для пациента. Продленная вентиляция, нахождение в аппарате КТ и так далее. Также интероперационный МРТ тоже сейчас стала более-менее распространенной методикой. Тут два принципиальных метода, что называется, гора к Магобеду или Магомед-Гаре. Движется аппарат к пациенту или пациент укладывается в классический МРТ-аппарат. В Мазовском центре стоит гибридная МРТ-операционная, там выкатывающийся аппарат, но есть большой-большой гигантский на самом деле дефект этой методики в том, что магнитная мощность этого аппарата 0,15 тесла. То есть там та картинка, которую мы получаем, она, в общем, очень условно хороша. Хорошо. И вариант, когда пациента укладывают в классический МРТ-томограф, там тоже требовательно и к оборудованию анестезиологическому безусловным образом, которое крепится и не должно быть защищено от магнитного воздействия. И к методике пациент находится фактически в аппарате около 15 минут, тоже не очень безопасная ситуация, на мой взгляд. И перекладывание пациента со всеми трубками, системой мониторинга и прочее, доставляет проблем. И как это сложилось волей судьбы, мы с Павловичем оказались в одной ординаторской на довольно продолжительное время. И в процессе обсуждения различных наших методик, которые у нас местами пересекались, мы пришли к выводу, что у нас есть некая совместная вариант выполнения данного вмешательства биопсии, который фактически не применялся ни кем. И это такая некая оригинальная разработка. Немножко расскажу о технологии, она мало чем отличается от привычной вам, однако для нейрохирургов она безумно дика. И никто этого не делает, и фактически ничего нового. Пациент укладывается, делается исследование, планируется доступ. У нас есть ограничения, поскольку головной мозг ограничен костями черепа, это накладывает определенные сложности в формировании доступа. И фактически у нас нет возможности изменить точку входа. То есть, если, допустим, при функции через мягкие ткани есть возможность сместить иглу относительно объекта конечного, то в данном случае у нас игла на точке входа фиксирована. И трассу внутри головного мозга тоже лучше не менять, поскольку это оказывает негативное воздействие, зачастую вызывая поражение функционально значимых зон, что будет привязать пациенту таким достаточно грубым неврологическим дефицитом. Следующий момент – это фиксация площадки. Это, к счастью, была готовая площадка, которую мы смогли найти и адаптировать для наших целей. После доступа и установки площадки проводится контроль трассы, вводится игла, и, соответственно, контроль положения этой иглы, насколько мы вообще там, не там. У нас, к счастью, есть большая, на мой взгляд, вообще невероятная удача, что есть возможность фьюжина с МРТ, что зачастую не все опухоли головного мозга видны на КТ и вообще контрастируются. Поэтому это большой проблем. И забор ткани, мы дальше можем контроль забора ткани тоже пронизировать. Как видите, на картинке есть фьюжин с ПЭТ-КТ, что тоже очень важно. Мы из метаболически активной зоны заберем материал, это известный будет ткань. В нашем опыте мы провели 35 таких вмешательств с эффективностью 97%. Это фактически одно вмешательство у нас было не информативным. Мы потом этого пациента взяли на открытую хирургию. В общем, там оказалась довольно плотная опухоль, по которой мы фактически иглой скользнули. Мы были с краю, и нам казалось, что мы внутри, на процессе при ПЭТ-КТ-контроле положения иглы. Однако мы, в общем, были просто рядом с опухоли. И одно было симптомное осложнение, которое немножко позже расскажу. Фактически две трети – это глиальные опухоли, чуть меньше трети – это лимфомы, которые мы выполняем в стереотической биописи. Это стандарт заводовой их диагностики. И немножко такие редкие болезни, по типу болезни Эрдхая и Мачестера. Это такое гематологическое заболевание, гистеоцитоз. И сейчас немножко расскажу о плюсах сравнительных ПЭТ-методики и вообще интероперационного исследования по сравнению с теми привычными для нас системами оптической навигации или рамной навигации при стереотоксических биопсиях. И что имеет безусловное преимущество, на мой взгляд, по крайней мере. Это контроль забора материала интероперационный. Мы тут же, не зашивая рану, не уходя от пациента, никуда его не транспортируя, можем получить каротинку, в которой мы видим, что мы забрали материал из ткани опухоли. И это безумное преимущество, на мой взгляд. Следующий момент – это то, о чем, наверное, знакомы, скажем так, те, кто работает на движущихся органах, там, печень, почки и так далее, то все в животе может сдвигаться. Головный мозг, к счастью, он относительно фиксирован в черепе. Однако есть ликоры, выполняющие гидропору головного мозга. И особенно у возрастных пациентов, при фактически вскрите твердой мозговолочки, арахноидальной оболочки, для того, чтобы уже дойти до ткани мозга, чтобы его диапси, некое количество ликтора изливается наружу, и головный мозг смещается относительно той изначально запланированной, ну, изначально исследованной его позиции на МРТ. И таким образом, в данном случае демонстрация именно самого эффекта, брейншифт, а не опухоли, при данном образовании смены трассы, по большому счету, не потребуется, довольно большое. А при небольших, на образованиях, это имеет гигантское значение, особенно при глубоком их залегании. Поэтому фактически исследование интероперационное, вот на момент перед заведением иглы, для нас имеет большое, гигантское значение, поскольку у пациента особенно возрастные, с заместительной наружной гидроцефалией, такой проблемой обладает. Следующий момент, это фактическое контрастирование в режиме онлайн. Эта картинка призвана показать то, что контрастирование по ДКТ относительно МРТ контраста с годолинием получается не хуже данной пациентки лимфома перечная ЦНС. Как видите, контрастируются очаги, которые в затылочной доле. Так, а у меня есть возможность показывать? Что-то, да? Нет? Нет у меня, да? Указки. Ну ладно. Так и очаги, которые располагаются кпереди, также на ПДКТ видны. Это тоже гигантское значение, поскольку пациенты, особенно с лимфомой, это быстрорастущая опухоль, она может как подвергаться увеличению, так и на фоне приема декса до зона по жизненным показаниям, может уменьшаться в размере. У нас такое тоже было. И фактически эта трасса, которую мы были, планировали изначально, она может быть неактуальной для этого пациента на момент, когда он находится на операционном столе. Вот тут мы продемонстрировали эффекты. Хорошая точность ПДКТ, мы уже посмотрели, довольно глубокие на образование, позволяет нам получить материал из сложных и, на самом деле, очень сильно опасных для терротоксической биопсии зон. Как видите, это фактически таламус, передние его отделы, это глиальная опухоль, злокачественная у пациента. Мы выбрали сложную трассу, которая располагается под желудочком, вот здесь вот, видите, под желудочком. Если мы зайдем в желудочки, соответственно, мы ликвардринируем, получим тот самый эффект брейншифт. И при данной манипуляции, в чем сложность и в чем опасность, на мой взгляд, и вообще биопсии головного мозга, это неконтролируемость последствий. То есть при даже небольшом кровотечении в этой зоне, и там буквально 5-7 мл, мы получаем грубый нейрологический дефицит в виде гемплигии от пациента. Ну, тут вот фактически мы забрали материал и получили ответ, то есть цель достигнута из наиболее контрастирующей части. Тараностика, куда без нее, это очень модное слово и направление. Получили, чем отметили у нас почти все пациенты, по-моему, все даже пациенты с лимфомами, которые у нас были, при биопсии и заборе ткани из центра опухоли, она сворачивается вовнутрь. Это не характерно ни для каких других опухолей, которые мы выполняли биопсию, включая энцефалит, который тоже у одного пациента был. И фактически мы интероперационно на столе понимаем, что у пациента лимфома. Мы исходно предполагаем, для чего мы делаем биопсию, однако это дополнительный подтверждающий фактор, который позволяет, допустим, в какой-то степени ускорить или попросить ускориться, или как-то, в общем, скоррегировать лечение пациента. И скорость последнего патронофагогического материала, как вы сами понимаете, если патронофагогов попросить, то выполняется все немножко быстрее. В случае первичной лимфомы ЦНС для пациента время очень важно, это агрессивная опухоль. И немножко расскажу об осложнениях, в том числе, которые у нас была. Большая тоже работа, те же полторы тысячи биопсий, проанализировано в 25% осложнений, но осложнения не включали даже маленькое, небольшое на миллилитровое кровоизлияние в зоны забора материала, который бывает зачастую. 88% из них осложнений бессимптомные, три из них имеют определенную клиническую симптоматику, и летальность 0,8% при стереотаческих биопсиях. Как правило, там есть предикторы летального исхода, это поражение ствола головного мозга, наиболее сложное для биопсии и вокализации, и церебральный токсоплазмоз, который зачастую видит ассоциированный аффекцию пациента с довольно выраженным иммунодефицитом. И самое важное, что большинство осложнений, из них половина, наверное, а даже больше, возникают в первый час после выполнения биопсии. Это фактически те осложнения, которые развелись на столе. Их можно было понять, что они будут еще на операционном столе. И у нас тоже было одно осложнение, довольно тяжелое, пациента. Как вы видите, это пациент, разница между снимками 10 минут. Пациент с опухоли глиальной, медиальных отделов, и сочной доли. И мы забирали биопсию, и в процессе биопсии был фактически ранен сосуд, вена базальная. И вот мы на данном слайде видим, что у нас средняя линия почти на месте располагается. А через 10 минут на снимках видите смещение уже срединых структур, и стрелочками отмечена гематома субдуральная. Пациенту было в основном порядке выполнено трепанация черепа, удаление гематомы, гемостаз. Это имело функциональные проблемы для пациента, в итоге довольно тяжелые. Однако возможность диагностики таких изменений на операционном столе – это большой плюс, потому что при классическом варианте этот пациент бы, скорее всего, поехал на спиральную томографию, или какое-то время было 2 часа в реанимации, его бы не экстюбировали, были бы, соответственно, более тяжелые впоследствии не факт, чтобы удалось им выполнить экстренную операцию. И немножко расскажу, помимо биопсии, тоже, на мой взгляд, все-таки конференция посвящена по скоттегной томографии. Большой-большой плюс – это возможность сложных конференций, сложных трасс. Это пациент оперированный по поводу глиальной опухоли головного мозга, глиаболостомы. Вот у него… Вот здесь это послерезекционная полосика, там небольшая гематома внутри, которая воздействовала после того, как мы дренировали ликвар оттуда. И вот здесь вот есть сложнее, называемый такой изолированный височный рог. После резекции опухоли, фактически слипся выход из височного рога правого бокового желудочка, что требует вмешательства, фактически, вентрикулоперитального шантирования. И мы под ЭКТ-контролем из сложной, нестандартной абсолютно трассы выполнили заведение вентрикулярного части катетера через пострезекционную полосу, для того, чтобы дренировать ликвар из нее, и височного рога правого бокового желудочка. И тем самим образом мы пациенту фактически нормализовали его ликварциркуляцию и добились хорошего клинического эффекта сульфогипертензионной симптоматикой. Это все, что я хотел сказать, коллеги. Спасибо большое за внимание и за приглашение. На мой взгляд, фосконтролемография в моем понимании имеет гигантские перспективы в рамках работы в области нейрохирургии. И, в общем, мы будем активно этим заниматься и развивать. Спасибо. Спасибо.